Привет, это канал ListenIt, и сегодня мы слушаем статью веб-сайт и веб-аппликейшн. В чем разница? От автора Евгении Вишневой, который написал эту статью на сайте daenerys.com. Спасибо автору за статью, ссылочка на статью, конечно, будет в описании к видео. Для большинства людей нет разницы между веб-сайтом и веб-приложением, но для тех, кто хочет создать свой онлайн-бизнес, так же, как и для команды разработчиков, разница есть, и она непосредственно влияет на то, какими знаниями должен обладать разработчик. В этой статье мы расскажем вам о веб-сайтах, веб-приложениях и их достоинствах. Как мы уже заметили, на самом деле, конечный потребитель даже не задумывается, что он использует веб-сайт или веб-приложение. Пользователь просто вводит URL в поисковой строке, но смысл в том, что сайт должен делать то, что предполагает пользователь. В то же время для команды, например, e-commerce разработчиков, между создателем сайта и веб-приложения есть существенная разница. Помните это, когда у вас возникает вопрос, что лучше создавать для онлайн-бизнеса. Но чтобы сделать правильный выбор для вашей компании, стоит учесть ту информацию, о которой мы расскажем далее в статье. Начнем с основных функций веб-сайта. В основном сайты характеризуются информативностью. Как пример, можно привести блоги или новостные сайты. Основная цель – дать посетителям необходимую информацию. В большинстве случаев пользователи не имеют взаимодействия с сайтом или имеют некое ограниченное взаимодействие. Под ограниченным мы имеем в виду форму подписки и поиск по сайту. Поэтому, ну раз статья ориентирована не немножко на онлайн-торговлю, давайте на этом примере разберем, стоит ли вам ограничиваться созданием сайта для вашей бизнес-модели онлайн-торговли. Если вы хотите разместить немного информации о вашей компании, включая описание, ближайшие мероприятия и контактную информацию, вы можете выбрать веб-сайт. С технической же точки зрения можете посмотреть на довольно лаконичную картинку на экране. Веб-сайт – это группа связанных и хорошо структурированных веб-страниц, которые существуют в одном домене. Главная его задача – отображать информацию посетителям. Ну и внутренности у него на картинке, посмотрите, не очень сложные. То есть это JS-код, который использует какие-то CSS-стилы, чтобы это выглядело все красиво. Ну а какие же основные функции веб-приложения? В отличие от веб-сайтов, веб-приложения созданы для взаимодействия с пользователями. Веб-приложения тоже могут быть информативными, но они могут также и обрабатывать информацию, полученную от пользователей. Как пример веб-приложения, мы можем привести систему онлайн-банкинга. Вы можете видеть информацию и даже совершать действия, основанные на введенных данных. В качестве примера можно рассмотреть Adobe Color CC, например. Ну а с технической точки зрения, веб-приложение – это некая программа, которая существует на сервере и запускается, используя веб-страницу браузера. Создается он с помощью успешной комбинации языков программирования и различных фреймворков. Он может использовать оперативную память, позволять пользователю интерактивно взаимодействовать с собой и спроектирован сразу для нескольких пользователей. Главная цель веб-приложения – взаимодействовать с пользователями и отвечать различным пользовательским запросам. Внутри веб-приложения тоже есть JS, там как правило, да, то есть язык для написания фронта, CSS стили, которые были на веб-сайте, но также может быть и PHP какой-нибудь, и база данных прикручена. В общем, это целый комплекс, который из себя представляет целое приложение, а не просто страницу. По сайту и веб-приложения вроде бы быстренько прошлись, давайте основные различия между ними. Первое – это интерактивность. Это разные степени взаимодействия со страницей. В то время как веб-сайты содержат тексты и визуальный контент, с которым пользователь не может взаимодействовать, веб-приложения дают пользователю возможность не только читать, но и манипулировать информацией на странице. Это можно рассмотреть в виде диалога. Пользователь взаимодействует с интерфейсом сайта и получает ответ. Под ответом мы подразумеваем электронную оплату, онлайн-чат, загрузку документов и другое. Онлайн-магазин, который позволяет пользователям покупать товары, совершать поиск через каталог, может быть веб-приложением. Еще один интересный пример – это социальные сети. Они также включают в себя функции блога, чаты, контент на выбор пользователей и возможности делиться этим контентом. Сегодня большинство веб-сайтов обладает интерактивностью, ну потому что пользователям это просто нравится. Для этого владельцы сайтов добавляют небольшие веб-приложения на свой сайт. Еще на сайтах некоторых ресторанов есть виджет Google Maps, который помогает пользователям найти дорогу к ресторану. В то же время большинство сайтов скорее информативные, чем интерактивные. Таким образом посетители сайтов больше увлечены просмотром, чтением информации или прослушиванием аудиофайлов. А посетители веб-приложения направлены на взаимодействие с пользователем. Второе отличие – это интеграция. Интеграция – это процесс объединения простых компонентов в один сложный. Ну это если на пальцах. Разработчики могут интегрировать веб-приложения и сайты с программами, включая ERP, CRM или другие классы систем. Однако в большинстве случаев интеграция происходит именно с веб-приложениями. Но почему? Потому что их сложным функциям зачастую требуется дополнительная информация от сторонних систем. Например, самый популярный вид интеграции в электронной коммерции – это интеграция веб-приложения с системой управления взаимоотношениями с клиентами – CRM. Это помогает хранить данные о покупателях, информацию о заказах и улучшает работу команды продаж. Благодаря интеграции информация о пользователях веб-приложения автоматически собирается и сохраняется в CRM-системе. Подобная интеграция позволяет команде отдела продаж узнавать больше о поведении клиентов, их предпочтениях при покупке товаров и эффективнее работать с негативными отзывами. Третье отличие – это авторизация. Этот процесс включает в себя ввод пользовательских данных для получения доступа к веб-сайту или системе. Эта функция важна для систем, которым требуется любая личная информация о клиенте. Более того, на этом этапе нужно уделять особое внимание безопасности. Важно минимизировать возможность доступа к личным данным пользователям и посторонним лицам. Но почему, в отличие от сайтов, веб-приложениям чаще требуется авторизация? Потому что они предоставляют пользователям больше возможностей, чем веб-сайты. Например, при использовании социальных сетей система предупреждает вас о слабых паролях, а игнорирование подобных сообщений может привести к тому, что хакеры могут взломать ваш аккаунт. Но и большинство информационных сайтов используют авторизацию. В некоторых случаях это используется для того, чтобы дать больше возможностей, которые недоступны неавторизованным пользователям. Если незарегистрированные пользователи могут только просматривать статьи, зарегистрированные могут оставлять комментарии, делиться статьями в социальных сетях и так далее. Это также отличное решение для блокировки спама. Таким образом, вообще-то авторизация необходима как для веб-сайтов, так и для веб-приложений. В то же время это нужно веб-приложениям в целях безопасности прежде всего. А что если скомбинировать веб-сайт и веб-приложение? Получится ли? Вообще вполне может и получиться. Давайте объясним. Изначально сайты на WordPress должны отображать информацию посетителям. Поэтому мы можем сказать, что это сайт. В то же время, бэкэнд такого сайта оснащен CRM-системой, которая достаточно гибкая. Поэтому у подобного сайта есть и функции веб-приложения. Поэтому мы постепенно приходим к тому, что большинство веб-сайтов сочетают в себя функции веб-приложения и веб-сайта. Какие же люди разрабатывают веб-сайты и веб-приложения? При выборе между веб-приложением и веб-сайтом стоит в первую очередь отталкиваться от потребностей вашего бизнеса. Если вашей компании нужен веб-сайт, то вы можете нанять небольшую аутсорсинговую компанию, специализирующуюся на электронной коммерции. Ну опять же, пример у нас статьи на электронной коммерции. Такие команды без проблем могут справиться с разработкой веб-сайта и индивидуальным дизайном, где вы сможете разместить информацию о вашей компании. Но если вам необходимо добавить кастомный модуль на сайт или разработать его с нуля, вам нужно поискать команду, специализирующуюся на разработке веб-приложений. Более того, при поиске такой команды обратите внимание на готовые веб-приложения, которые должны быть у команды в портфолио. Бывает, конечно, что это один человек, а не целая команда, какой-то фуллстек-разработчик. Но все-таки, если мы говорим о какой-то полноценной разработке, то это все-таки команда. Ну а на этом все. Спасибо, что прослушали эту статью. Надеюсь, вам как и мне было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте ему лайк и подписывайтесь на наш канал на YouTube и на Яндекс.Зен. Будет очень приятно, во-первых. Ну и, конечно, здорово поддержите канал. Ну и жду ваших предложений в комментариях, какие еще статьи записать. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok